Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Рейхи и Стариченов! В этом видео мы продолжим разговор об истории славного города Самар. Итак, поехали! К 1901 году на территории Самарской губернии проживало около 3 миллионов человек, в том числе в Самаре свыше 70 тысяч человек. В 1904 году Самару еще раз посетил император Николай II. 1 июля на вокзальной площади города государь провел смотр войск, отправлявшихся в Маньчжурию на русско-японскую войну. Затем император посетил кафедральный собор и военно-санитарный пароход Новик, оборудованный для перевозки раненых. Перед отъездом из Самары Николай передал губернатору Александру Ренчанинову 3000 рублей для раздачи беднякам. В 1905 году по всей России, в том числе в Самарской губернии, начались крестьянские волнения и вооруженные конфликты рабочих с властей. Как свидетельствуют архивы, жители Самарской губернии приняли в этих антиправительственных выступлениях самое активное участие. Главные события в нашем регионе в 1905 году происходили в селах и деревнях. Причиной массовых крестьянских выступлений стали грабительские выплаты, которые простые хлебопашцы ежегодно отдавали землевладельцу в качестве выкупа за землю. Такие выплаты, как известно, были установлены еще в 1861 году, когда император Александр Второй подписал свой знаменитый указ об отмене в России крепостного права. В Самаре центром революционного движения в их событий стал Пушкинский народный дом, в советское время именуемый клуб революции 1905 года. Особенно накалилась внешняя атмосфера в конце ноября 1905 года, когда в помещении Пушкинского народного дома обосновался Самарский совет рабочих депутатов во главе с большевиком Никифоровым Веоновым. Под его руководством 8 декабря 1905 года в городе началась всеобщая политическая забастовка, порой переходившая вооруженные выступления против властей. Чтобы подавить беспорядки в городе по приказу губернатора Дмитрия Засядко, вечером 10 декабря Пушкинский народный дом был окружен войсками, полицей и казаками. После переговоров собравшиеся здесь активисты совета рабочих депутатов и разных политических партий, всего около 2000 человек, мои спешане кровопролития решили сдаться властям, без сопротивления. Все находившиеся в тот момент зданий были арестованы, но после допросов большинство из них отпустили и только организаторов беспорядка впоследствии приговорили к каторжным работам. Что же касается Пушкинского народного дома, то он снова был открыт для творческих объединений только летом 1907 года. В 1907 году в Самаре открылся цирк театр Олим. В 1912-1914 годах доходы Самарской губернии от собираемых налогов от и податей достигли своего максимума за весь предреволюционный период. Так, в 1914 году в имперскую казну поступило платежей на общую сумму более 4,5 млн. рублей, одновременно губернские и земские сборы около 3 млн. рублей, а суммарные уездные – 6,5 млн. рублей. Акцизный доход равнялся почти 15 млн. рублей, а от продажи винных изделий было выручено около 12 млн. рублей. Этот период был наивысшего хозяйственного расцвета Самарской губернии. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. В Самарской губернии в то время находилось немало оборонных предприятий, из которых важнейшими были Сергеевский завод взрывчатых веществ и Трубочный завод. В общей сложности на военных предприятиях насчитывалось до 70 тысяч рабочих. В Самарской губернии, как и по всей России, начиная с октября 1914 года регулярно проводились военные займы. Агитация необходимости стачи денег на нужды армии проводилась повсеместно за счет средств Самарского губернского управления. С самого начала войны Самарская губерния стала одним из основных поставщиков продовольствия для армии. С начала войны по решению правительства здесь проводились массовые закупки хлеба и мясопродуктов для фронтов. Только в 1915 году в Самару было отгружено около 100 тысяч удов хлебного зерна и муки, не считая прочих товаров. Многие представители купечества проводили патриотические акции, бесплатно поставляя для нужд армии партии хлеба, мяса, рыбы, ткани для пошива амуниции и разного инвентаря. В течение 1914-1915 годов одной из самых чувствительных для населения проблем стало искусственное завышение цен торговцами, которые стремились нажиться на волне народного патриотизма. При этом иные купцы поднимали цены и в тыловой торговой сети, и при поставках товара для действующей армии. В 1915 году в городе был пущен первый электрический трамвай. В это же время Самара и уездные города-губернии стали одними из крупнейших в стране центров, куда с фронта отправляли раненых для излечий. Уже 7 августа 1914 года при губернском управлении начал действовать комитет по оказанию помощи пострадавшим воинам, а 20 августа открылся первый земский лазарет для фронтовиков. Всего же в период 1914-1916 годов в Самарской губернии работало около сотни таких госпиталей, которые приняли в свои палаты свыше 15 тысяч больных и раненых военнослужащих. К 1916 году в Самаре проживало около 150 тысяч человек. В начале 1916 года экономическая ситуация в России, в том числе и в Самарской губернии, довольно резко изменилась и достигла своего критического уровня. Главной причиной тому было продолжающееся участие страны в Первой мировой войне. Из-за милитаризации промышленности заметно сократилось производство товаров, народного потребления, в первую очередь продовольствия, что в итоге привело к быстрому росту цен и снижению уровня жизни населения. Справиться с этим правящие круги не смогли, и тем самым в России возникла революционная ситуация, задолго до того выведенная классиками исторического материализма. Между тем экономическая и социальная напряженность в Самаре в конце 1916 года продолжала усугубляться. Острое недовольство населения, продолжающейся волной и связанным с нею ростом цен 5 ноября того года, вылилось в погром магазинов и прочих торговых точек, перешедшее затем схватку с полицией и войсками. Известие о февральском государственном перевороте в Петрограде пришло в Самару 1 марта 1917 года. Для обсуждения событий было создано совещание городской думы. На нем, исполнявший обязанности городского главы Ушаков, прочитал телеграмму председателя Государственной думы Городзянко о том, что был избран особый временный городской комитет безопасности для выработки экстренных мер к поддержанию порядка и спокойствия в городе, который будет пополняться представителями различных общественных организаций. Уже 3 марта в Самаре был сформирован Самарский комитет народной власти под предпроводительством эсера Глядкова, который взял на себя все руководство городом. Образованный днем раньше Совет рабочих депутатов под руководством меньшевика Рамишвили, сразу же признал этот комитет и делегировал в его состав несколько своих представителей. Решив вопрос о власти, самарская общественность весной обратилась к другому важнейшему вопросу, который в после февральские дни очень беспокоил большинство населения страны, к вопросу о земле. На втором губернском крестьянском съезде, проходившем в Самаре, с 20 мая по 6 июня 1917 года были приняты временные правила пользования землей, согласно которым все угодья передавались в распоряжение и под контроль земельных комитетов на местах. Однако, земельные инициативы на местах в течение последующих месяцев ожидала поистине драматическая судьба. Керенский предпочел не заниматься законотворчеством, а дожидаться учредительного собрания. Лишь оно, по мнению главы Временного правовительства, было правомощно пойти на кардинальную земельную реформу в масштабах всей страны. Неудивительно, что в октябрьские дни 1917 года российское крестьянство поддержало большевиков, которые дали ему землю сейчас и немедленно, не дожидаясь учредительного собрания. К этому времени в большинстве городов России, в том числе и в Самаре, уже начались проблемы с продовольствием и в первую очередь с хлебом, за которым выстраивались длинные очереди у магазинов. В октябре в Самаре было неспокойно, начались перебои в снабжении многими продуктами, в первую очередь в хлебом. Именно в такой обстановке самарских большевиков и застало пришедшее из Петрограда сообщение о свержении Временного правительства. Октябрьская революция в 1917 года произошла в городе без единого выстрела, о победе советской власти объявили со сцены цирка театра «Олимп» Валерианов Владимирович Куйбышев. Новая власть сразу же показала обществу всю серьезность своих намерений в установлении в губернии коммунистических порядков, которые в то время озвучивались лозунгами типа «Земля крестьянам, заводы рабочим, коммунизмам, всеобщее равенство и братство, и кто не с нами, тот против нас». Притворяя эти лозунги в жизнь, Самарский левком под руководством Куйбышева в течение октября-декабря 1917 года провел несколько крупных мероприятий, оказавших значительное влияние на жизнь горожан. Позже началась экспроприация экспроприаторов, проведение принудительного займа средств буржуазии 7 ноября, а также конфискации у прежних владельцев и передача союзу металлистов большинства городских предприятий 30 ноября. Но уже с 1 декабря важнейшим вопросом советской власти в Самаре стала организация отпора казакам атамана Дутова. Весной 1918 года в России только что пережившие две революции стали стремительно набирать силу партии левого направления. В марте 1918 года в Самаре состоялся 6-й губернский съезд Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На съезде развернулась острая дискуссия по хлебной и вообще по продовольственной проблеме. Таким образом, в начале мая 1918 года в Самаре сложилась крайняя взрывоопасная обстановка. Реальной властью обладали две непримиримые политические силы, причем каждая из них имела в своем подчинении вооруженные формирования. Ночь на 17 мая 1918 года казачьи части атамана Оренбургского казачьего войска Дутова заняли железнодорожную станцию Новосергеевку и тем самым прервали всякую связь между Самарой и Оренбургом. В связи с этим председатель Гузулукского исполкома в панике телеграфировал председателю военно-революционного комитета Самары Гуйбышев просьбу о помощи. В связи с этим штаб охраны города отдал приказ о мобилизации всех имеющихся в Самаре лошадей для нужд Красной Армии. Оказалось, большевистское руководство горосполкома не учел, что приказ о мобилизации лошадей задевает интересы слишком больших слоев населения. Уже 16 мая в городе были отмечены первые факты вооруженного сопротивления отряду, попытавшемуся собрать лошадей у частных извозчиков. А утром 17 мая перед зданием штаба охраны города на Алексеевской площади, ныне площадь революции, собралась толпа из нескольких сотен человек, которые громили магазины, лавки и трактиры на всей площади, а потом двинулись по улице Дворянской, выкрикивая антибольшевистские лозунги. В результате к утру 18 мая восставшие захватили почту, телефон, телеграф в здании уголовной полиции. Особенно пострадал Троицкий рынок. Вечером в Самару вошли верные большевикам части Урала-Оренбургского фронта, до того расквартированные в пригороде и вызванные сюда по телеграфу руководством горосполком. В ночь на 19 мая воинские подразделения штурмов взяли здание бывшего штаба охраны города на Алексеевской площади, в котором к тому моменту обосновался штаб восставших. В здании было захвачено оружие и плакаты с лозунгами «Вся власть к учредительному собранию». В революционных событиях в России участвовали не только жители нашей страны, но и многочисленные иностранцы, в том числе и так называемый Чехословацкий корпус, состоявший из солдат и офицеров австро-венгерской армии. Это воинское соединение было сформировано летом 1917 года правительством Керенского из пленных и перебежавших на нашу сторону военнослужащих чешской и словацкой национальностей. К моменту октябрьского большевистского переворота корпус стоял на Украине. Весной 1918 года было принято решение о выводе чехословацкого корпуса с территории России. Однако вместо более короткого пути через Архангельск и Мурманск в обход театра боевых действий, их отправили по Транссибу во Владивосток. Но именно в этот момент нарком Троцкий неожиданно для многих выдвинул поистине безумную директиву, которая предписывала все-таки разоружить все выводимые во Владивосток иностранные части. До командования чехословацкого корпуса этот документ по телеграфу был доведен 22-23 мая 1918 года, когда их эшелоны уже шли с Украины по Транссибирской магистрали, некоторые к тому моменту добрались даже до Иркутска. Этот мятеж сразу же поддержали самые различные российские партии и движения, недовольные большевистским режимом, которые в то время в большинстве губерний работали в подполье. В результате буквально за за неделю из подчинения ленинского правительства вышли огромные территории России, находившиеся вдоль Транссиба. Уже 25 мая пала советская власть в Мариинске, 26-го в Новониколаевск, ныне Новосибирск, 27 мая в Челябинске, 29 мая в Пензе, 30 мая в Сызране. Возникла непосредственная угроза взятия чехословаками из Самары. По приказу Куйбышева из Самары к Сызране ушли эшелоны с бойцами на помощь местному совету. Однако самарские отряды опоздали, днем 31 мая чешский бронепоезд вошел на Сызранский мост и шквальным пулеметным огнем подавил сопротивление малочисленного отряда, защищавших его красноармейцев. Чешские подразделения, прошедшие боевую подготовку на фронтах мировой войны, легко смогли одолеть плохо вооруженных и почти необычных красных бойцов. Уже с 1 июня наступавшие заняли Безинчук, а 2 июня – Ващенково, ныне Чапаевск. Самарский реввоенно-совет пытался провести с чешским командованием мирные переговоры, для чего вечером 2 июня в Иващенково прибыла красная делегация во главе с членом горысполкона Ильей Тройнининой. К вечеру 3 июня самарские части отступили от Иващенково, а 4 июня у станции Липяги, ныне она входит в городскую черту Новокуйбов-Шевска, Чехословаков встретил 3000-й отряд красноармейцев. В результате неравного сражения около 2000 самарских бойцов были убиты или взяты в плен. После этого путь на Самару для Чехословаков оказался открытым. Подготовкой обороны Самары руководил лично Валерий Иоанн Куйбышев. Однако подготовленный к подрыву железнодорожный мост через реку Самары по так и не выясненной причине уничтожен так и не был. Утром 8 июня после артиллерийского обстрела города чешскими войсками большевистские власти фактически без боя сдали Самару иностранному воинскому контингенту. После взятия с Чехами Самары 8 июня 1918 года группа депутатов учредительного собрания объявила о создании на территории бывшей Российской империи нового государства, которое получило наименование Российской демократической Федеративной Республики. Правительство называлось Комитет членов учредительного собрания. Председатель Владимир Вольский депутат от партии социалистов-революционеров. В столице РДФР тогда же была объявлена Самара, однако осенью ситуация кардинально изменилась. К этому времени перед лицом наступления большевистских войск Чехословакии белогвардец стали быстро отходить из Среднего Поволжья на восток. Части Красной Армии подошли к Сызрани 28 сентября. Несмотря на ожесточенное сопротивление Белой Гвардии, сумели быстро подавить все главные узлы обороны. В этих условиях чехословацкая команда не понимала, что если Красные смогут взять Александровский мост через Волгут, то затем удержать Самару уже будет практически невозможно. Поэтому мост был заранее подготовлен к взрыву. Из Сызрани отошли все чехословацкие подразделения и после того, как в ночь на 4 октября на Левый берег переправился последний солдат. Минеры подорвали два пролета у этого грандиозного сооружения. Лежное железнодорожное сообщение между Сызрани и Самарой оказалось прервано на длительное время. Но эта военная акция уже не могла предотвратить окончательного хода чехословацкого корпуса из Среднего Поволжья. И 7 октября 1918 года Самара была взята красными войсками под командованием Василия Чапая и Гая Гая. Среди красноармейцев, правших в Самару, был и будущий маршал Победы – молодой Георгий Константинович Жулков. Еще через три дня была возобновлена деятельность исполкома губернского совета под председателем Алексея Галактионова. Затем, в начале зимы 1918-1919 годов, одной из главных забот губернских властей было восстановление Александровского железнодорожных мостов через реку Самару и через реку Волгу у Сызрани, взорванных отступающими чехословацкими войсками. Движение поездов по обоим мостами было повиненностью восстановлено уже к лету 1919 года. Но в начале 1919 года на только что освобожденных территориях снова развернулись кровопролитные сражения. Белые войска после осеннего поражения под Симбирском и Самарой перегруппировали свои силы под руководством адмирала Колчака, создав на востоке страны четыре армии – Сибирскую, Западную, Уральскую и Оренбургскую. Уже в начале лета Колчак рассчитывал соединить свои армии с войсками генерала Деникина в районе городов Самара и Саратов. С конца февраля по начало мая 1919 года Белое воинство предприняло ряд крупных наступательных операций на восточном фланге Советской Республики, в результате чего им были заняты Перем, Уфа, Бугульма, Велебей, Стерли, Тамак, Бугуруслан. Именно в это время в тылу Красной Армии одно за другим начали вспыхивать восстания крестьян, которые в советской историографии чаще всего именовались Кулацкими. Из-за блокады Советской России интервентами и политики военного коммунизма в большинстве крупных городов начались перебои с продовольствием. Продукты выдавали только по карточкам, а в деревни направлялись в проотряды, поскольку крестьяне отказывались добровольно отдавать хлеб представителям советской власти. Неудивительно, что во время изъятия продовольствия обыденностью стали вооруженные стычки между двумя сторонами. В исторической литературе, получившей название «Чапаной войны» от слова «Чапан» длиннополая крестьянская одежда, в результате подавления мятежа было убито не менее тысячи человек. Арестованных по подозрению в участии в кулатском мятеже свозили в Сызрань, как сказано в официальных документах в местах, концентрированных заключений. Разрушительные последствия гражданской войны и жестокая засуха 1921 года привела к голоду в Поволжье 1921-1922 годов на территории, контролируемой большевиками. Всего за это время от голода пострадало не менее 40 миллионов человек, а число жертв голода состояло не менее 5 миллионов человек. Нередко встречались и случаи каннибализма. Поскольку урожай 1922 года оказался хорошим, к концу 1922 года Самарская губерния понемногу стала выбираться из тисков голода. И на этом сегодня все, если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, оставьте свои комментарии, расскажите о нем друзьям и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. До скорых встреч на канале ArrayHistoryChannel.